Привет! Это Каст. Непосредственно на Ситоне. Будет играть за нас Фолей. 2-300 рейсинга. На миду. Просит в него будет играть кто? Бенис. Многократно забаненный Бенис. В данный момент разбаненный. Начинает с двух заводов. Гениальнейший билд. На Виче у него будет Номандер. Рейтинги смотрите какие солидные. 2-100, 2-300. На Иере будет подписка. 2-500 рейтинга. Какой-то талант новый. 2-500. Ну посмотрим, как он отыграет на этот рейтинг. В Фармслете Девиле на горе. 2-600. Вот эти гораздо солиднее выглядят, чем 2-500 подписки. Просто в Фармслете будет Террари. Тоже 2-500. Тоже какой-то продаджа. Это мы уже видели. На Иере будет Пенс. Буквально недавно, по-моему, он был в касте на Ситоне. Кажется, это он дропал. Нет, не он дропал. Может быть, я что-то перепутал. Ну, неважно. С ними в команде четвертым будет Сладдл Нуб. Это Булли Дозер. Тот самый Булли Дозер, с которым я играл, собственно, в турнире Рейнбул Кап. С призовым фондом 180 тысяч рублей. Мы заняли третье место, между прочим. С нами в команде был еще Гибрид и Блинчик. Вот так вот. Такие вот истории. Цвет, кстати, он взял Фармслете. А Фармслете взял его цвет. Они поменялись. Обычно Фармс как раз играет за вот этот вот Хвойный. А Булли Дозер за вот этот вот темно-зелененький. Цвет зеленки буквально. Можно сказать, изумрудный. Ну что ж, поглядим, как пойдет. Поглядим. Бенис выдвигается на центр. Здесь бежит уже Скаут. Скаут бежит, видимо, чтобы поломать весь лес. И он пробежит, потому что здесь абсолютно ничего нет, чтобы этот Скаут остановить. Бенис сделал только инженеров, чтобы реклеймить как можно больше леса в самом начале. Он ведь начал с двух заводов. Ему нужно много реклейма, чтобы этот билд как-то оправдать. И пробегает, наверное, к Аирчику. Какой вообще там план? Не, на самом деле. Ну да, чуть-чуть у горы тут поломают и побежит к Аирчику. Да, это на самом деле тяжело. Кто вот не знает, когда у вас ломается лес, инженеры его будут реклеймить очень долго. И билд, естественно, за аффекты с этим. Летят уже транспорты от игроков с горы, так называемой. Никто не предпринял попытки занять с островом. Слишком это рискованно. Правда, сделал вот там андерн бомбера. Интересно, куда он летит. Слишком поздний бомбер. Если он пытается уничтожить здесь инженеров, то здесь к тому времени уже давно будет функционировать завод. Другое дело, что фарм следит, и завод сразу не стал строить. Довольно жадный у него билд по сравнению с бульдозером. Переименовался на Слэдл Нуб. Теперь коллизии, конечно, тут с настоящим Слэдл Нубом. Реклеймят. Друг друга не стреляют. Он сейчас начнет стрелять в Беннис. Потому что реклейм закончился. Второй командующий подходит. Можно поснимать хпшишек фолия. Ну, тут также подходит террария, фзшный командир. Плотный такой, широкий. Че, кого? Позвали старшего брата на центр. Начинает делать флот уже. На пятый минут. Ну, да, наверное, пора. Можно отправить фрегаты. Порейдит че-нибудь. Такие вот мексы. Точнее, один такой мекс. Ну и остров, возможно. Здесь классическая мидерская перестрелка. Разборка питерская. Еще по воздуху. Ну, довольно поздно, на самом деле. Выходит воздух. Шестая минута. По логике-то уже пара Т2. Завод нет. Да, кстати, Паписка делает не в том месте завод воздушный. Обычно его делают вот где-то тут. Ну, кстати, Скалу-то, видимо, с реклеймили. Но, кажется, вот то, что тут лес поломали, все-таки испортило билды по диске. Ну, у него в целом инженеры не очень хорошо разгруппированы. Если сравнить вот с Пенсом, смотрите, как у него тут все красивенько распределено. Че, кстати, по мессе. Ну, примерно все равно идут. Пока что как-то жестких различий нет. Фоли, кстати, теряет свои юниты, пока Беннис дерется с командующим. Все, ноль мантисов. Ну, ладно, сзади что-то бежит. Но, кажется, он может здесь умереть, если Беннис будет правильно использовать юниты. Правда, тут все дохлое. Из-за ветеранцев для Фоли. Надо блочить обязательно. Под ноги кидать. Пока что он этого не делает. Мимо просто бегает. Заблочить нужно обязательно, чтобы два кома вошли в рейндж. Аплаке. Да, Манки Раш горят от Бенниса. Террари тем временем апнул гангстов. И, кстати, выходит из воды. С большой пушкой. Отрезает подкрепление Бенниса. Фоли все еще жив. Делается турель. Вот этот турель, кстати, ему поможет. Потому что здесь нет совсем артиллерии. Вполне она может остановить командующих. Но куда-то идет не туда абсолютно. В другую сторону от турели. Непонятно почему. Получил ветеранство, кстати. Это подбустило его ХП. Неплохо так помогло. И кажется, он здесь выживает. Да, у него свои юниты подбежали. А юнитов у Бенниса больше нет. Их цех выничтожил Террари. И он подходит сюда. И сейчас он просто уничтожит два командующих. Со своим ганом. У него МОДГП. Он может просто стрелять, идти за ними. У него большой рейндж. Да, и это ГГ. Они вдвоем помирают здесь. Конечно, забавно произошло тут все. Но минус первый. И буквально там шесть выстрелов. И, соответственно, минус второй пил. Да, это, конечно, действительно КЕК. Эпик Ганком. Это Литл Хоба. Со временем Фармслетия делает у нас Янусы. Зачем он делает Янусы? Не, Янусы, конечно, прикольные юнит. Но можно попробовать на аирщика налететь сами. А надо засинхронизироваться со своим аирщиком. Передалась база, соответственно, игрокам. Все по-честному. МИД отошел в Фармслетии. БИЧ отошел в подписки. Сейчас 2500 и 2600. Будут показывать, кто тут главный на Ситоне. Террари решает пойти вперед, воевать. Правильно, Ганн же не просто так капал. Какие-то фрегатики просто для интела, так называемого, построили. Ребята, для Вижена, для Радара. Здесь, кстати, что-то жестко флотом прессует бульдозер. Понимает, что у него сейчас нет оппонента. Надо использовать это отсутствие микро. Уже расстрелял по 2 мекс. Флаг. Летят, летят. Вот они, стойте, подождите. Ямусы. С прикрытием АСФов, кстати говоря. Надо стрельнуть, мне кажется, по бульдозеру. Кстати, кажется, что Паписка выиграл воздух. Потому что я не вижу килл Айргрид. Да. Надо убивать Айргрид. Есть 2 АСФки. Бомбит зачем-то фолия. В целом, один залп можно себе позволить, наверное. Летят АСФ, и они, кажется, сейчас суицидятся. Но нет, вовремя замечают. Здесь много Т1 воздуха. Но воздух Т1 не справится. Моментально исчезает он. У Янусов свой, анти-воздух очень хороший. Но с прикрытием АСФов там вообще шансов никаких не было. Непонятно, почему он стреляет вообще по каким-то рандомным целям. Здесь, правда, есть щит уже. Янусов много. Все больше и больше подлетает. Ну, бакдозер подготовился, построил флаки. На него они явно не полетят. Главное, по писке следить за Янусами. Потому что можно профокапить момент, когда на них налетят ТСФ. На самом деле, по-хорошему, можно было бы передать воздух Фармслетии. Вот как раз то, про что я говорил. Но на самом деле, вовремя-вовремя подлетает все равно по пиской. И Пенс спасает свои истребители. Смеется Фармслетия, как всегда, хихикает со своих мувов. Но в целом это забавно. Исчезают Мексы. Буквально сгорают на работе. Ховертанки решают спамить по писке. Против флота удалось ему здесь как-то камбэкнуться в море. Не знаю, с помощью чего конкретно. Тим. Говорит, террари. Да, он, кстати, по писке передал АСФ для Фармслетии. И теперь оно будет попроще управлять своей воздушной армией. Какие-то есть свифты. О, Пенс, видимо, это бульдозер ему передал. Террари делает по три мехи. Лол, горят. Ну а что ему еще делать правильно? Флот, он, кстати, проиграл успешно. Благодаря Янусам. Здесь просто продолжают. А нет, уже делаются торпедники. Непонятно для чего. Для чего конкретно. Может быть, чтобы убить команду еще? Может быть. Так, куда лезть Януса? Здесь очень много флагов. Сюда лучше не лететь вовремя. Он понимает и разворачивается. Здесь продолжает копить АСФ. И Пенсовому надо как можно больше их сейчас построить. Не делать экономику полностью. Игнорировать это все. Пытаться защитить команду от вот этих воздушных налетов. В целом, сейчас уже как будто никуда налететь и не получится. Здесь есть Сэмэ. Сэмэ очень хорошо будет справиться с Янусами. Ну, единственное, база Террари под угрозой. Здесь строится щит сейчас. Ну, здесь тоже есть флаги. Четыре флага целых. Непонятно, что делать с Янусами. Как будто бы... Ну да, он говорит, что типа все нормально. Я выиграл море. Можно чилить. Ну, другое дело, что надо экономику еще сравнить. Экономика идеальна. Ровно идет. Ноздря в ноздрю, шея в шею. Видимо, за счет того, что у Фоли не очень хорошо здесь все. С Кекой и Экой. Зато у Болюдозра неплохо. По сравнению с Фармс Летти. В Фармсе нет Тетримексов вообще. Здесь я видел раз, два, три. И целых три Тетримекса. Передал он Янусу в подписке. Решил снять с себя ответственность за них. И они все моментально просто сдохли. Ну, что это такое? Не передавайте ему юниты больше. Зато он выиграл воздух, между прочим. Теперь можно заторпедить весь флот Болюдозера. На самом деле, неплохо так пушит. Дестроер, по-моему, заплыл в кучу фрегатов, но уже уезжают. Свой же Дестроер попал, кажется, сейчас. Союзного. Это печально. Показалось, что куча ИСФов, это все Тайгеншлаг, кто его настроил. Наверное, тирали. Если это ЛФЗшные. Да. Ну, АПЛ, АПЛ, ТТримекса. Сейчас они все помрут просто от флота. Слишком легко он как-то обдал пляж. Сдал. Давай Т3 на коме. Как будто даже не пытался сопротивляться, на самом деле, он. Но там с воздуха, с воздуха жестко прилетело, видимо. Сейчас надо как-то здесь добить, и у них будет два выигранных моря, и все, это уже не камбэкается. Уже летят торпедники. Все-таки Пенс был отвлечен постройкой, и вот, за ниток всяких. Ну, тоже делал ИТК, видите, конечно, сомнительно, на самом деле. Сейчас, мне кажется, Сэка надо подождать все-таки. Попытаться как можно больше ИСФов настроить. Вот сколько у него инкама? 275. Против 402. Это с двух баз все-таки. При этом здесь Патрийская строит флот. Строит какие-то ховеры. Без асиста, правда. Кстати, это 3 мексов на Аппл. Молодец. Никак не может крейсер убить, получается, ветеранство. Мощное ПВО у крейсера. Тяжело его заторпедить. Тем более, торпедники недавно там, относительно недавно, нерфанули. Теперь, торпедная защита у кораблей против них срабатывает. Здесь, видимо, у него не получится ничего сделать с бульдозером. Очень хороший продакшн флота. Много верфей. Плюс это ионские дестройеры. Довольно хорошие они. Тем временем, фармслейте жестко уже прессует тут со своей стороны. Расстрелял половину пляжа. Инвейд с Рэмбо сгорят. Рэмбо сакушек. Фолейгат Натин Гэрри Денис. Нравится ему рафлить. С Т-3 Лэнд уже появляются. Идут кирпичи. Ля-ля-ля-ля. Да. Кирпичи против Т-2 Лэнда. Здесь нет ничего, чем можно было бы ответить. На самом деле, кирпичей можно было бы даже дропнуть куда-нибудь вот сюда. С учетом того, что здесь воздух и свои корабли вполне можно было бы реализоваться. этот план. Гифту подпиской говорят про умнисенсор. На самом деле, смысла самого нет. Все равно, скорее всего, фармслейтер живет на энергии от подписки. Видите, у него своих тетрегенов. Я вообще не вижу, есть ли они. Кажется, нет. Один есть. Но это очень мало. На две базы он строит. Еще один. Но, кстати, все-таки передал радар. Логично. Ладно. Здесь сделает телепорт, видимо, на террари. Настроил кучу генов. Да. Видите, один инженер тратит 4600. 1600. Что он хочет сделать? Кстати, этот реплей... В общем, они играли, видимо, какую-то бета-версию, в которой есть Беленюка и телепорт одновременно. То есть, телепорт с правой руки, а Беленюка на спине. Получается, что он может сделать вместе теле Беленюку. Понимаете, о чем я? Сейчас этого в игре нет. Это убрали, насколько я понимаю. Водить не планируют. Да, телепорт готов. Делается tactical missile. Tactical nuke. Очень быстро делается, кстати, буквально 15 секунд. Нормально. Фармслетия, видимо, тебе аппайт. Или что это? Нет, не раз. Т2, видимо. Да. Т2 аппайт в фармслете. Потом, наверное, будет аппайт раз. И от щит аппайт. Как чувствует он на самом деле, что надо защищать командующего. Со щитом у него будет гораздо больше шансов выжить. Отбили нюки. Делает себе глаз террари. Будет искать куда же. Ой, функционирует глаз. Открылся. Телепортируется террари. Да, не фартануло ему в этот момент. Там, слетя, начал делать щит. И он его доделает и спокойно переживет там несколько беленюк. Штуки 4, наверное, точно. Думаю, столько времени не будет. Лучше бы он, на самом деле, тебе упорнулся сюда, убил лейр-грид. Больше бы шансов было победить команды. Видит ли, заявили, что здесь что-то происходит неладное. террари, кстати, кажется, отменил телепорт. Да, молодец. И действительно телепортируется за горочку. И это хорошая цель, потому что подписка умрет от первой же беленюки. 11 тысяч урона, насколько я помню, она наносит. А у подписки 10 тысяч хп. Телепортируется. Вот это мув. Не хватает ему, правда, энергии. Что ж, буквально чуть-чуть осталось. Полетели. Моментально его, кстати, спалили, насколько я видела. Отлично. Потрясающе. Нужно кинуть вторую беленюку вот сюда. Но он телепортится обратно, к сожалению. Испугался, что его будут убивать. Ну, в целом... В целом, наверное, и правильно он сделал, потому что он уже наспамили стаденбомбера. Он телепортнулся дальше, но почему-то не кидает беленюку. Непонятно, куда полетит домой к себе. В чем смысл вот этих телепортов? А, кажется, я знаю. Видимо, поменяли телепорт так, что он тратит меньше ресурсов в зависимости от расстояния. то есть, чем меньше расстояние, тем быстрее и дешевле будет телепортироваться. Что-то было такое. Тем временем Фармслейс дропнул, кстати, кирпичей. Правда, не сюда, а на островок. Прикол. Здесь высадился, уже делает заводики. Кирпич идет во главе Т1-Арты. Один остался против четверых. Так, зарядил еще одну Белинюку. Куда в этот раз летим? На самом деле, можно вот сюда даже телепортно закинуть Белинюку. Просто убить 4 Т3-мекса. Можно снова сюда, но тут правда много Т1-бомберов. Да, проблемки, конечно, команды снизу. Инвейджин настоящий тут происходит. В фолии я опнул себя регены, торпедный аппарат на командующем. Но довольно бесполезная тема на таком этапе игры. Ну, фарм салетия будет тяжело убить. Видите, у него там 19 тысяч хп-щит, 15 тысяч хп-на-коме. Пока что не знают Терари куда телепортироваться. Баттлшип есть. Баттлшип серафимский, серафимский неплохо он справляется здесь с роверами, достаточно быстро стреляет. Метка относительно уфз, что баттлшип быстро. но мне вот честно говоря Терри флот его идея не нравится. Взять например кирпича вообще жестко нагибает любой Т1 спам. То есть 30 мантисов никогда не убьют его. А если взять 30 фрегатов против одного баттлшипа они могут его запинать вполне. Странно, да? с другой стороны если бы Т3 флот был прям такой могучий то наверное надо было бы его просто рашить и все там побеждал бы тот кто быстрее построил первый корабль. Телепорт должен делать у нас фоли да действительно делает будет делать лазер. Единственное непонятно со временем вовследе снова понимает что что-то неладно. идет куда-то под воду меняет локацию Бенис подсказывает что делать ему если сейчас успеет телепорт пока фармс не дошел до воды то это будет гениально на самом деле но кажется они не видят только серую вот эту точку ромбик откуда у них вообще вижн тут омнисенсор добивает собственно вот фармслейт сейчас погрузится под воду и больше они его не найдут я думаю все не видно да лазер готов Билинюк готова но команда еще уже далеко единственное какого можно убить это наверное с воздуха но для начала нужно его найти либо нюку сгинуть есть ли нюка кстати нюке кажется нет вот если бы были дозер делал нюку было бы конечно неплохо здесь уже начинается классическая полная такая война три флота другое дело что масса у них должно быть поменьше чем фрамслейт да видите в два раза больше это бывает фармс со всеми базами чем команда снизу что что делать вообще просто в два раза меньше он может любую дичь творить и это будет работать может спутники начать спамить не знаю единственное воздух бы не проиграть но порядок что у него и стремители куча крейсеров есть тяжело кстати нашли каким-то образом глаз нашли как они нашли что за магия стрим снайп какой-то или что тень а зачем для чего сюда телепортироваться лазер под водой не стреляет телепортируется чтобы ассистить билинюку третий телепорт ё-моё что творится когда-нибудь такое видели это же просто потрясающе главное чтобы он они все строят торпедные аппараты правда единственное что они не предусмотрели здесь есть батлшип первая билинюка пошла единственная проблема я понял почему он не кидал еще одну билинюку потому что нельзя 103 то есть она будет заряжаться очень долго у него просел в этот момент щит как же не повезло а у него в этот момент не было энергии представляется какой потрясающий финал я думал что он не умрет но это это просто сюрприз модафака три команды еще телепортнулось навели суету если бы они не строили торпедники то скорее всего не получилось бы убить да вот такой интересный ситон получился надеюсь вам понравилось это действительно необычно собственно вот так хотели забалансить видимо телебилинюку что ее можно кинуть один раз она одноразовая дальше ты уже никогда с 1 командующим ее не зарядишь вот так ну во всяком случае спасибо ребята за просмотр до скорых встреч пока субтитры